МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сцена, роли зрителей. Одни мечтают о театральной среде с самого детства и идут к намеченной цели. У других все само как-то складывается. А как это было у нашей сегодняшней героини? Узнаем об этом в нашей программе. Я не девочка, которая звезды с неба хватает. Оп, и упала у тебя там главная роль. Ты была просто хоп-хоп-хоп, а потом раз вот так. У меня вот так, у меня идет вот так. То есть я очень горжусь тем, что у меня вот этот крещендо, оно постепенно, оно вот не такое, оно вот такое. От вообще ничего, потому что, ну, на курсе иногда нелестные слова о себе слышала, и правильно. Вот, и потом так... И вроде как уже к седьмому сезону мне не стыдно. В театре у нас никогда такого нет. Что бы там, я не знаю, не происходило, никто иголки, стекла, не дай бог, костюмы обливать, такого нет. Вот тут как раз момент этичности у нас вот 200%. Я себе дала слово идти домой и на пороге оставлять театр. Вышла красивая, всегда красивая актриса. И, и, ну, вышла ты раз красивая, два красивая. А ты еще что-нибудь можешь? Ну, у меня были длиннющие волосы, я стояла спиной, вот длинными волосами закрывала себе грудь. Поэтому я как-то спокойно спиной там существовала. А вот если бы я развернулась, вот я не знаю. Ну, я не знаю, как бы я себя повела. Потому что мне сейчас взрослой актрисе никогда в жизни не повторить эту непосредственность. Вот эту веру в то, что я Наталья Ры. Как вы сказали, я как бы с вами честно абсолютно в разговоре. Если, может, я слишком много разговариваю, ну, раз уж я тут, я буду разговаривать. Знаете, я пришла к тому, что я есть Яна. Вот как, что есть, то и есть. Знаете, я когда писала этот так называемый пост-закреп, вот что умею, то и написала. Ну, почему бы и нет? Потому что за свои 32 уже, что только не перепробовано, куда я только не вляпалась, чем только не занималась. И знаете, иногда не знаешь, где выстрелить. Иногда умение вышивать крестиком оказывается ключевым в жизни. Потому что, поэтому, кто есть, то есть. Лада Карпова. В театр тоже вляпалась? Ой, театр – это удивительная история, которая произошла в 2013 году. Я тогда, будучи выпускницей Петрозаводского музыкального колледжа имени Раутио, не знала, куда мне дальше идти. Потому что, ну, у меня была перспектива пойти в музыкальную школу педагогам, уже все, у меня были корочки, пожалуйста. Но, знаете, я поняла, что я не готова. У меня еще есть какой-то запал. Хотелось, знаете, свои 1573 умения в одну кубушку положить. Потому что и бальными танцами, и народными я занималась в ансамбле Зорины, бальными в ТСК-степ, чем только вот много-много-много-много. И куда это все, куда? И я не знаю, как судьба распорядилась. Был с мамой разговор. Я его до сих пор, это, как знаете, хрестоматийная история, я ее рассказываю. С мамой состоялся у меня разговор. Когда я закончила музыкальный колледж, что дальше? Как? Ну, работать или еще учиться, или что? Она говорит, так ты подумаешь. И знаете, я проронила такую мысль, что, ой, я видела там в консерватории, вроде бы набирают курс. Ну, вроде бы набирают. Для меня это было такое, что-то очень далекое. То есть я специально к этому не готовилась и не шла. Он говорит, так попробуй. Посмотри, что надо. Посмотрели. Первый тур. Говорит, басню что, не знаешь басню? Миллион я этих басен знаю. Что-то на втором туре, что это танцев ты не знаешь? Вот столько. На инструменте сыграешь, все что угодно. Ну, приди, иди попробуй. Стою я на пороге консерватории с баяном. Еще тогда музыкальный колледж любезно предоставил мне тяжеленные мои баян. Стою и жду такси. Поехать в театр на малую сцену. На вступительные экзамены. И вот стою, знаете, смотрю на телефон и думаю, отменить, не отменить. Отменить, не отменить. Потому что страшно было настолько, что поджилки тряслись. Тот страх какой-то животный, когда ты... Вот нет, нет, нет. Потом, нет, ну что такого-то? Чего бояться? Ну, скажите, девочки, в 22, чего бояться? Я поехала. Приперлась я с баяном. С чем же еще? Все прочитала. Ну, с горем пополам я прошла на второй тур. Ну, потому что я прозу завалила. Честно, я ее просто забыла. Я очень плохо выучила. Но прошла, тем не менее, на второй тур. Ну, там-то мне было проще. Потому что танец, это была моя сильная сторона. Я забабахала танец. В эркерном фойе как раз ровно 10 лет назад здесь был второй тур. Станцевали, там спела что-то. Не помню даже, что. Оп, третий тур. Третий тур, там, нам дали отрывки. И знаете, приняли. Вот Андрей Анатольевич Дижонов, Инна Юрина Провоторова, Александр Владимирович Овчинников. Видимо, приняли такое решение, что Лада Гладкобородова тогда еще будет студенткой Петрозаводской государственной консерватории актерского отделения. И понеслась. Я никогда не знала, что такое учеба на актерском курсе. Я даже предположить себе не могла, что это, как нам говорили, ты будешь знать своих однокурсников лучше, чем знают их родители. И в семнадцатом году, в начале, даже, наверное, в шестнадцатом году, встал вопрос. В начале четвертого курса нам задали вопрос. Вы собираетесь в национальность? Я такой, да. У меня как-то, знаете, сомнений не было, потому что мы с первого курса, Андрей Анатольевич, он в этом плане молодец, он нас, знаете, как это правильно сказать, не консервировал. Что, знаете, вот вы будете сейчас три года только учиться, 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 а потом раз, и вы идете на сцену. Знаете, такие, хоп, и резкое перемещение. У нас такого не было. Он сразу с первого курса разрешил нам выходить на большую сцену. Ужас, ужасно, это было так страшно, боже мой. Потому что я на большой сцене национального театра была только один раз, когда училась в школе, и у нас был в музыкальной школе квартет. Вот это видео, которое снимали, это родители снимали? Я была счастливым ребенком в семье, потому что, ну, естественно, потому что меня всегда любили, и слава богу, во мне столько любви, я не стесняюсь об этом говорить, что я могу этим делиться. Счастливым еще почему? Потому что у нас была камера. На тот момент в городе Медвежегорске это считалось престижно. Видеокамера еще и кассетная, да. И все приходили к нам, переписывали утренники из детских садов. То есть у меня есть записи, начиная с, вот, так, где-то с 95-го года. Когда уже пошел возраст, 10-11 лет, мы страшно понатели от сериала «Дикий ангел». Меня поймут девчонки того времени. У меня был первый-второй канал. И концерт Натальи Ореро я записывала прямо на кассету. Вот я сидела вот так вот. РТР было тогда. Чтобы зачем? Чтобы смотреть. Чтобы потом по тысячу раз пересматривать. И я повторяла за ней, что она делает на концертах. А, как она держит микрофон. Да, и в том видео, в котором вы говорите, я же ее полностью копирую. Это не мои движения, это ее движения. В моем, естественно, дурадком исполнении. Но я когда записывала, мы с девчонками собирались дома. Ставили камеру. Меня отец научил. Да. А я думала, что ты из родителей. Это первый блогинг у нас такой был. Точно. Да, мне отец научил. У меня папа за любой кипиш, мама тоже. То есть, как бы в этом плане, мне редко что-то запрещалось, если это не перерастало, конечно, в проблемы. Надо камеру бери, пожалуйста, только не сломай. Все. Я собирала подруг. Ставили камеру так, чтобы фон был приличный. Ну, вроде моей печки белые, как-то нормально. Сервант-кусок тоже. Было нормально. Ну, чтобы в кадре было получше, я еще зимой гирлянду укладывала. Ну, лучше же, правда. Ну, продумала, главное. Свет поставлю. Да. Лапочка Ильича, все хорошо. Главное, холодильник, чтобы не влезал. И мы прям включали. У меня был музыкальный центр. Мы включали, и у нас был, знаете, как парад звезд. Принял театр. Театр нас принял, я считаю, уже с первого курса. Вот был спектакль «Экзамен Дэнс», о котором я уже говорила. То есть мы уже попробовали себя на сцене. Потом были, вот у мальчишек побольше было работы, конечно, на какие-то вводы. Потом на третьем курсе нас пустили уже с самостоятельным спектаклем «Эликсир любви». То есть мы уже новогоднюю программу на третьем курсе честно работали. И причем была работа со зрителем. У нас было три нимфы, которые мы в фойе встречали зрителей. Страшно было, ужасно. То есть вот, вот он, твой зритель, и тебе нужно здравствуйте, та-та-та. Но благо маска спасала. То есть, как бы, это вроде как не ты. Когда маску надеваешь, и так, ой, я к нимфа-ля-ля-ля. Там, простите, простите, здрасте, проходите, фотографируемся, да? А на четвертом курсе мы уже вышли на Колесо Колумбина И пошли у меня уже, лично пошли уже серьезные вводы в другие спектакли Потихонечку, когда я сказала, что да, я буду служить, правильно говорить, служить В Национальном театре И «Двенадцатая ночь» нимфа у меня была Потом еще несколько вводов И знаете, как-то у меня не случилось такого резкого попадания То есть я сюда пришла уже очень-очень как-то постепенно Вот в театральной среде есть зависть? Конечно Ну а как? Ну как? Я скажу про себя Вот про себя Да, у меня был такой период, когда я действительно завидовала Вот честно, как вы сказали, я с вами честно абсолютно в разговоре Может я слишком много разговариваю, но... Раз уж я тут, я буду разговаривать Разговаривать Да Зависть, конечно, присутствует профессионально Вот у меня, но я, знаете, как, кстати, классно у меня получилось с этим справиться Посмотрела видео, я прописала У меня там есть тетрадка для рефлексии и всего остального Я прям прописала поэтапно Ее схему, как от этого избавиться И пришла к выводу, что она, это и сама и говорит Что вы завидуете тем качествам, которые у вас есть, но вы их не реализовываете Вы не завидуете кому-то еще, вы завидуете конкретному человеку, допустим, там, или конкретным точечно людям И завидуете вы не потому, что они такие классные, замечательные, потому что в вас это есть И вы это в себе закрыли и не достали Это уже ваши проблемы К тебе зависть Есть, конечно Ну, я же не слепая Никак Никак Как у нас, знаете, нужно вовремя показать зубы Вот Поэтому нужно вовремя Это увидеть и пресечь Вот и все Я видела, ты играешь на финском языке Но ты же, у тебя нет корней финских Финских у меня нет У меня есть заонежские корни Вот как вы, наверное, могли догадаться Я из города Медвежегорска И страшно этим горжусь Потому что наш город, я считаю Ну, знаете, вот есть Заезжаешь в город, и там есть такая горка И ты видишь дивью гору Вот сразу на въезде И это ни с чем не сравнимое чувство И ты такой понимаешь, что ты дома Ты в Медвежегорске У меня в основном корни, конечно, заонежские Ну, как мы иногда смеемся Наша семья раскапывала родословную По маминой, бабушкиной линии То нашли корни даже в Греции где-то То есть у нас как хотеевская порода Хотеевы мы Георгию Хотей в 17 веке, я не знаю Я все время говорю, я гречка, я гречка Иногда она говорит, нет, ты пшенка Вообще по-разному Шутим по этому поводу А финским, да, финский не родной язык Мне очень нравятся финские языки, я должна сказать Потому что в школе я любила алгебру Странно, да, сочетание? Но у меня, знаете, отчасти математически все-таки склад ума В чем связь алгебры финского языка? Формула Есть формула В финском языке есть формула под названием Корень, окончание Корень, суффикс, корень Ну, я сейчас как бы могу, филологи могут меня сейчас пошинковать Я не помню, честно говоря, как это все называется Но там есть строгая система А я люблю, когда все понятно Когда ты чувствуешь, что спектакль не очень Ну, естественно, дискомфортно тебе Ну, что ты можешь делать? Да, конечно, было Естественно, я не буду называть, как бы, что именно Но такое, к сожалению, было Ну, как-то вы можете быть свой способ Не может, не могут, знаете Не могут все спектакли нравиться Это Это невозможно В репертуарном театре это точно невозможно Есть любимчики Есть любимчики, конечно Есть те спектакли, которые Ты Как дети Все они как дети Но я пока не знаю, что такое как дети Поэтому Хорошо, тогда вот что дальше? Есть какие-то цели, кумиры, идеалы, к которым стремишься? Знаете, я мечтаю о том, чтобы не мы рвались в столице, а столица рвалась к нам То есть, знаете, я как-то даже себе написала Я хочу, чтобы в национальный театр люди приезжали, крутые режиссеры Чтобы у нас здесь был центр культурной тусовки А еще я, у меня есть такая тоже мечта Не знаю, получится, не получится Когда-нибудь Шоу «Баян со звездами» Ну, первый шаг сделано Да Потому что Есть танцы со звездами Да Есть там Ледовое шоу Я ими восхищаюсь У нас есть Рояль в кустах Баян в снегу-то Рояль в кустах Знаете, я мыла полы дома Я вам честно скажу Я спокойно мыла полы Ноябрь месяц Начало ноября Я не знаю, почему у меня вдруг возникла эта идея Я уже давно хотела попробовать снегурочкой себя Но у меня не было ни костюма, ничего То есть, ну, как-то, знаете, из года в год Ты хочешь, 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 хочешь В итоге так и все это Из года в год все мимо И тут меня вдруг осенило Как можно, как уникально сделать Потому что просто Дед Мороз и снегурочка Их очень много Ребята хорошо работают То есть, как-то перепрыгнуть их Ну, либо круто, либо никак Потом, боже, Лада Ну, ты, конечно, просто У меня стоит в кладовке Пылица Инструмент Еще моего мужа, который занимался еще в музыкальной школе на баяне Вот этот вот, который сейчас я вам покажу Так, ага И знаете, я бросила эту тряпку Так, и тут же, как я люблю, все записывать Так, ресурсы Что для этого надо? Мне надо так, ага, костюм Ну, костюм у меня есть крутой ресурс Это моя мамочка Моя мама Ольга Бладкобородова За любой, как я уже сказала, да Кипиш Мама! Меня распирает, надо что-то делать Если есть идея, все дальше начинает к тебе подтягиваться Знаете, я сама кайфую Знаете, вот это очень здорово, когда ты работаешь Не потому что у меня там подарки не на что купить Нет, это так интересно Ты приходи к глазам эти Ну, это вообще, это не передать Дорогие мои ребята, девчонки, мальчишки, взрослые и все-все, кто верит в чудеса Поздравляю вас с Новым годом И хочу подарить вам маленькую музыкальную зимнюю зарисовку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok